Доктор физико-математических наук Института физики Казанского федерального университета Александр Балакин. Здравствуйте. Здравствуйте. На сегодняшний день Татарстан – это крупный научный образовательный центр. Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники учрежден указом президента Республики Татарстан 16 апреля 1993 года. В этом году в конкурсе на сыскание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники участие принимают 12 работ. Среди них есть и ваша работа. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее, в чем уникальность этой работы. Совершенно верно. В этом году наш коллектив небольшой представил на сыскание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники работу, которая называется инвариантно-групповые методы в теории фундаментальных полей с приложениями к теории гравитации, астрофизике и космологии. Ну, уникальность этой работы, об этом можно говорить на самом деле очень долго, ну, скажем так, что уникальность этой работы заключается в том, что эта работа представляет собой большой-большой комплекс научных исследований. Это результат многолетнего труда. Вот мы перед тем, как идти в студию, еще раз вспомнили весь путь. На самом деле эта работа отражает, наверное, 50-летний, даже больше Александр Борисович должен потом подтвердить это 50-летний путь. Поэтому эта работа – это результат такого длинного труда, ну, целого коллектива ученых. Ну, в данном случае мы представляем цикл работ, где существенный вклад вот нашего коллектива. Но и уникальность этого заключается в том, что уникальность для университета, я хочу отметить. В этом году так получилось, что, собственно, от Казанского федерального университета вот на соискание этой престижной премии от университета подана только одна работа. Это работа нашего коллектива. Ну, и еще могу сразу, забегая вперед, сказать, что наш анализ тех работ, которые поданы на конкурсы, показывает, что работы в основном носят прикладной характер. И прикладной означает, что там получены какие-то новые материалы, может быть, лекарства. Вот, мы представляем на конкурс работу фундаментального характера. И в этом году это единственная работа такого рода. Ну, это связано с тем, что мы сами всю жизнь занимаемся фундаментальными исследованиями в области физики, теории гравитации, космологии, астрофизики. Вы сказали, что Казанский федеральный университет выставил только вашу работу. Ну, почему именно ее? Ну, так сложилось, на самом деле, ведь, вы знаете, бывают годы урожайные, бывают годы не урожайные, во-первых. Иногда от Казанского университета больше работы, иногда меньше. Кроме того, так сложилось для нас, потому что наш коллектив, наконец, созрел для того, чтобы участвовать в таком важном, интересном, престижном конкурсе. То есть мы, наконец, вы видите, уже 50 лет, как мы проводим эти исследования. Ну, не лично я, я еще сравнительно молодой человек, но наш коллектив. Но вот и только сейчас, пожалуй, мы осознали, что да, нам есть что показать, нам есть с чем выйти на этот конкурс. Ну, поэтому мы готовы. Почему от университета нет других работ, я вам сказать не могу. В следующем году, я думаю, будет целый букет работ. Если позволите добавить, то я скажу следующее. Мы ведь проходили длинную очередь тестов. Сначала на ученом совете Института физики, потом на ученом совете Большом университетском. И каждый раз подчеркивали, что в этом году, поскольку речь идет о годе Лобачевского в университете, это очень интересно, что так совпало. Ведь вы знаете, что Лобачевский организовал в университете, фактически создал геометрическую школу. В 30-е годы одним из лидеров этой геометрической школы стал Петр Алексеевич Широков. А затем его учеником стал наш первооткрыватель кафедры, академик Алексей Зинович Петров. И мы считаем себя учениками Петрова. Двое из наших представителей, Ась Васильевна Аминова и Юрий Геннадьевич Игнатьев, они являются непосредственными учениками Петрова. То есть продолжателями вот этой длинной, замечательной традиции, которая началась с Лобачевского. А мы уже ученики вот этого молодого тогда поколения. Разница у нас в 10-15 лет. Это нельзя считать, что это целое поколение. Но в научном смысле мы можем говорить о следующем поколении. И вот эта вот традиция, которая начата Лобачевским, может быть, и как-то повлияла на то, что университет выдвинул именно нашу работу. Скажите поподробнее, что представляет из себя вот этот цикл работ? Во времена Петрова была выстроена громадная программа. Как с помощью инвариантно-групповых методов исследовать задачи, связанные с космологией, с гравитирующими объектами типа нейтронных звезд, черных дыр и так далее. И было много сделано индивидуальных работ. Но это как вот громадный пазл, в который десятки тысяч вот этих вот маленьких элементиков, кубиков, квадратиков и так далее. Когда вы начинаете его складывать, в какой-то момент вы понимаете, что вдруг целая область оказалась заложенной и готовой к тому, чтобы ее как-то продемонстрировать. Так вот у нас, как я понимаю, сложилась целая серия таких вот небольших пазлов. И только сейчас мы поняли, какая большая красивая картина складывается из этих вот элементов. И мы посчитали, что из тех восьми сотен статей, которые вот наш коллектив выпустил, мы сможем выбрать, ну так и сделали, 250 самых с нашей точки зрения интересных, которые оказались в каком-то таком едином направлении, с едиными методами исследования, с замечательными красивыми результатами, которые мы называем точные решения в теории тяготения и в теории звездных структур и в космологии. И вот эти ключевые слова, точные решения, это ведь не просто какие-то эпитеты. Дело в том, что когда математики или физики исследуют те или иные задачи, мы можем очень четко подразделить задачи, выполненные, решенные в рамках каких-то приближений, либо это точные решения, поставленные задачи, без приближений. Так вот, со времен Петрова всегда приоритет отдавался работам именно такого типа. Точные решения в точно поставленных моделях. И мы гордимся тем, что у нас накопилась целая серия таких красивых точных решений. Это вот как геодезисты ставят некие тригопункты, так называемые, где прописаны, каковы координаты этого пункта, как провешено направление на север-юг и так далее. И это незыблемый тригопункт. К нему можно подъезжать, сверять свои координаты, направления. Так и точные решения в нашей науке, то есть в теории фундаментального взаимодействия. Если мы нашли точные решения, то никто никогда нас не опровергнет, не скажет, что «а вот тут не хватает точности в приближениях» и так далее. Это красивые точные решения. И мы на них основывались. И вот эти результаты мы собрали, и потом поняли, что мы можем представить это очень красиво и ярко. Но не только в этом, как нам показалось, интерес был к нашей работе. Вот Сергей Владимирович может рассказать поподробнее о том пункте, который называется «Интерес к воспитанию молодежи» с нашей точки зрения. Потому что в рамках Петровской школы мы создали целую серию научных мероприятий. И вот Сергей Владимирович, как один из организаторов таких мероприятий, Петровских чтений, расскажет, наверное, об этом лучше. Расскажите поподробнее. Я отвлекусь, потому что я под впечатлением от образа, который Александр Борисович сейчас представил. На мой взгляд, это название для какой-то статьи или передачи, такой научный пазл. Мы с Александром Борисовичем давно знакомы, много общаемся. Но вот сейчас у меня поразил красивым образом. Действительно, очень красиво сказано. Вот как появляется идея подать, допустим, работу. Действительно, мы проводили много работ, работали, работали, работали. Вот действительно сложился пазл. Я согласен с этим, потому что есть генеральное направление. Мы в рамках этого генерального направления публикуем иногда очень частные работы. И это надо просто видеть, вот как из этих частных работ формируется, в конце концов, целое научное направление. Заполняются все лакуны, все недостающие какие-то места. И вот действительно мы почувствовали, что мы созрели для того, чтобы представить публике вот такой большой единый труд. Ну, а что касается работы с молодежью, ну, действительно, вообще-то это работа на соискании государственной премии, цикл работ, называется цикл работ. Но в рамках этого цикла работ мы также, когда вот мы представляли эту работу, мы, конечно, указывали, что работая в этом направлении, мы, во-первых, поняли, что у нас сформировался коллектив, большой коллектив. А большой коллектив подразумевает постоянное обновление. Большой коллектив подразумевает воспитание молодых людей, подразумевает воспитание учеников. И понятно, что это и студенты, и аспиранты, и молодые ученые, которые проходят эту школу. Вот. Но само по себе это не возникает ничего. Тут необходимы усилия. И на самом деле в рамках вот нашего коллектива мы уже давно поняли, что надо создавать молодежные школы. И у нас сформировалось такое мероприятие, которое называется «Молодежная школа Петровские чтения». Уже было проведено 25 летних школ. Вот. Поскольку они даже не ежегодные, иногда были перерывы. То есть, представляете, сколько это уже лет эта школа работает. И три зимних школы. То есть, это, ну, лет 30 уже работает молодежная школа, которая так и называется «Петровские чтения». Кроме того, раз в Казани сформировалась такая школа, эта школа заработала некоторый авторитет. И на базе вот конкретно нашей школы научной, на базе Казанского университета, на базе Педагогического университета, который сейчас не существует, но который раньше существовал. И вот некоторые сотрудники работали в Педуниверситете также. Было проведено много мероприятий всероссийского и международного уровня. Проводились всероссийские гравитационные конференции. Их было проведено две больших конференции. То есть, это конференции, которые проводятся раз в три года. И, так сказать, вот Казань получила право проведения таких конференций. Это вот мы, как участники вот этого проекта, принимали в этом непосредственное участие и организовывали эти мероприятия. Проводились научные семинары всероссийского и международного масштаба. Такой семинар, как ГРАКОС. Ну, это мы и так его назвали. Гравитация и космология. Их было проведено уже больше десяти таких семинаров. То есть, вот Александр Борисович сказал, это на самом деле имеет опосредованное отношение к этому циклу работ. Это просто вот то, что было таким фоном является. Невозможно просто как такой ученый сухарь сидеть и в своей келье писать статьи. Это целая научная жизнь. Это целая научная жизнь, которая... Только фонд растительной и питательной среды. И питательная среда, да. Это все единое. То есть, эти работы, они не подвешены в воздухе. Конечно, эти работы порождают такую научную среду, которая, в рамках которой появляются молодые люди, которые потом вырастают, становятся известными учеными, проводятся всевозможные конференции, семинары и так далее. Так что вот, ну, отдельно я еще повторю, что вот у нас работает уже много лет такая школа, которая называется Петровские чтения. Иногда бывали годы, когда эта школа собирала сотни молодых людей со всей России и из-за рубежа. Школа продолжает работать. Могу, кстати, сделать такой анонс, что в этом году, в ноябре, с 27 ноября по 2 декабря состоится вот третья зимняя школа Петровские чтения. Ну, вы знаете, что 1 декабря день рождения Лобачевского Николая Ивановича. Для нашего университета это имя совершенно особенное. Вот. И вот наша школа работает в это же время. И мы будем участвовать в церемонии награждения первой медали Лобачевского, премии Лобачевского и так далее. Когда мы думали, вот, какой коллектив будет представлять эту работу, ну, мы исходили из принципа такого. У нас в рамках вот этого единого цикла работ естественным образом сформировалось 4 направления. И люди, которые стояли в устоках этих направлений научных, я имею в виду направлений, люди, которые создали целые коллективы для работы в этих направлениях, вот эти люди и представляют как раз этот цикл работ. Ну, я просто назову этих людей, если позволите. Значит, это Ася Васильевна Аминова, прежде всего. Ася Васильевна Аминова — это аспирант, вот, создатель кафедры теории относительности и гравитации Алексея Диновича Петрова. Это профессор этой кафедры, доктор физмат-наук, конечно. В свое время она заведовала кафедрой теории относительности и гравитации. Ну, у нее достаточно много регалий. Она заслуженный деятель науки РТ, заслуженный профессор Казанского университета. Вы знаете, что есть такое почетное звание, заслуженный профессор Казанского университета. Она почетный работник высшего образования. Вот. Но самое главное, что она продолжатель вот того направления, которое было заложено Петровым. И для нас это просто очень уважаемый человек. Это человек, который вот эти традиции хранит и сохраняет. И мы сами являемся учениками в каком-то смысле Ася Васильевны. Кстати, я говорил о школе Петровские чтения. Именно она была создателем и инициатором проведения этих школ. И сейчас это дело продолжается вот на кафедре. Вот. Ася Васильевна представляет вот направление как раз инвариантно-групповых методов. Ну, по алфаиту, наверное. Буква Б, Балакин Александр Борисович. Профессор, доктор физмат-наук. На определенном этапе развития кафедры был заведующим кафедрами теоретно-групповых методов и гравитации. Вот. Сейчас это человек, который руководит лабораторией в рамках САЕ, стратегической академической единицы, в «Астровызов». Вот. И он руководит лабораторией аксионная электродинамика. Вот. Слово «аксиона» — это такие гипотетические частицы, которые позволяют решать очень важные, серьезные проблемы в современной космологии и теории частиц. Вот Александр Борисович — это человек, который это направление поднял, поднял, ведет его. Там очень много работ в этом направлении создано. Ну, есть несколько учеников у Александра Борисовича. Четыре или пять учеников защищено. Да, я сейчас боюсь соврать. Вот. Автор почти 200 статей, автор 10 патентов и так далее, и так далее, и так далее. Поскольку надо двигаться дальше, я остановлюсь. Следующий участник нашей группы — это Игнатьев Юрий Геннадьевич. Ну, Игнатьев Юрий Геннадьевич сейчас — это заведующий кафедрой высшей математики и математического моделирования, я просто должен был вспомнить, значит, института математики и механики нашего университета. выпускник кафедры теории относительности и гравитации, профессор этой кафедры, доктор физмат-наук, человек, у которого также мы все учились, я, например, аспирант. Игнатьева. Человек, у которого несколько под его руководством защищено по-моему, 19 кандидатских диссертаций и 6 докторских диссертаций. То есть это очень известный, признанный ученый. Ну и если говорить о научном направлении, которое он возглавляет, его такой основной вклад, я скажу коротко, это релятивистская кинетика, релятивистская кинетическая теория. Может быть, у нас будет время, я расшифрую, что это означает, но вот я остановлюсь на этом. Ну и по алфавиту и по старшинству Сушков Сергей Владимирович, это я. Сейчас я заведую кафедрой относительности гравитации, доктор физмат-наук. Ну и тоже так в свое время получилось, что я начал заниматься такими вещами, как черные дыры и особенно кротовые норы. Как-то я выступал в этой студии, рассказывал, что это такое. И кандидатская, и докторская диссертация у меня посвящены этим проблемам. И уже есть много последователей, учеников, много студентов, есть ребята, которые защитили кандидатские диссертации под моим руководством. Но самое главное, что это привело вот к созданию целого направления. Это направление очень хорошо представлено у нас на кафедре, представлено у нас в университете. Ну и все люди, которые входят в этот коллектив, хорошо известны в научном сообществе. Поэтому вот такой коллектив. если говорить в целом, то, конечно, в Казани есть очень много людей, которые занимаются, работают вот в этой области. Но как я уже говорил, это потому, что научная деятельность, она расширяется и создается научная среда. И именно в рамках научной среды уже идет эффективно научная работа хорошо. На сыскание государственной премии Республики Татарстан выдвинулось получается 12 работ, среди которых есть Ваша. Сколько из этих 12 работ станут лауреатами и кто будет отбирать лучших из лучших, так скажем? Согласно методике только 5 работ будут выбраны в качестве лауреатов. а заседания будут проводиться сначала в комиссиях, а затем на общем собрании Академии наук Республики Татарстан. И за ними решение, кто же достоин в этом году государственной премии. Технически это достаточно сложная процедура. Мы ее практически прошли. В конце августа будут представлены последние документы, необходимые для представления. Но эта многоколенная история состояла из таких шагов. Сначала нас выдвинул ученый совет Институт физики. Обсудили на открытом заседании. Затем было представление на ученом совете Казанского университета. Там тоже поддержали эту работу. Затем были две рецензии от ведущих ученых. То есть Госкомитет при президенте Республики Татарстан отправлял двум рецензентам, получил положительные отзывы, после этого дали возможность следующий шаг осуществить. А вот следующий шаг осуществлялся следующим образом. На заседании ученого совета ведущего головного учреждения России мы должны были доложить свои результаты. Но что является у нас сейчас головным учреждением? Мы исходили из того, что 30 лет назад у нас в России, тогда еще в Советском Союзе, было создано российское гравитационное общество. Там было известно президиум и так далее. И при этом российском гравитационном обществе впоследствии создали журнал, который называется «Гравитация и космология», создали ученый совет по защите диссертаций и недавно создали специальный институт гравитации и космологии. Все это сейчас находится в структуре института университета, который называется РУДН, Российский университет дружбы народов. И мы решили, что именно эта ведущая организация у нас в России. Там Юрий Геннадьевич Игнатьев выступил в конце мая на заседании, подробно рассказал обо всем этом. Там проголосовали, поддержали, и это был один из пунктов, которые мы обязаны были пройти. в России. Но я не говорю про то, что громадные тома мы привезли в Академию Нового Татарстана, потому что раз цикл из 250 работ состоит, то, соответственно, каждую эту работу мы должны были представить. А среди них пять монографий, двенадцать обзоров. Ну и когда мы все собрали, получилась большая коробка, которую мы вдвоем Сергеем Владимировичем принесли в Академию Нового Республики Татарстан. Вот такая процедура была пройдена. Ну а теперь все зависит от того, как мы на последней финальной стадии выступим на заседании вот этого конкурсного комитета. Расскажите, с какими трудностями в процессе работы пришлось столкнуться? Трудности теоретика заключаются в том, что когда перед вами система из десяти уравнений гравитации, трех уравнений электромагнетизма, а еще туда же включается бесчисленное количество дополнительных уравнений, уравнений Янга-Милса, аксионного поля, в первый момент вы не знаете, что делать с этим сонмом дифференциальных уравнений, нелинейных, как правило, да еще связанных друг с другом. И вот тот как раз-таки важнейшим инструментом является инвариантно-групповой анализ, потому что благодаря той идее, которая заложена еще Петровым, мы научились разделять всю эту систему на такие подсистемы и выделять такие детали, которые являются, ну говоря простым языком, инвариантным. и сразу система уравнений становится проще, нагляднее, и мы это можем методами математической физики, которой мы владеем хорошо, потому что преподаем на физфаке как раз-таки эту часть математики, нам удается это все решать. А в первый момент самая главная большая трудность это не потеряться, сказать, нет, мы все равно их решим, эти уравнения, хотя в первый момент кажется, что это что-то страшное. Но зато потом, когда получаются красивые результаты, это такая радость видеть вот эти вот красивые точные формулы. Вот я приведу только один пример. Когда семь лет назад мы получили новые точные решения, описывающие регулярные черные дыры с моим учеником Алексеем Зайцем, мы были просто в неописуемом восторге потому, что вот раньше черная дыра представлялась именно каким-то страшным черным кошмаром. Туда все падает, оттуда ничего извлечь нельзя. А вдруг оказалось, что вот в этой нашей неминимальной теории эта черная дыра прекрасно структурирована. мы можем прописать так называемый сейчас модный термин логистику, как там распределяется массы, которые туда налетают, вещество, как там складируется. И более того, мы выяснили, что структура черной дыры в чем-то похожа на средневековый замок или на тот замок, который мы видим в фильмах про хоббитов. Потому что обязательно есть некая стена, где гравитация становится непритягивающей, отталкивающей. Обязательно есть такая зона, которую мы в шутку даже назвали сады Эдема, потому что там гравитация не действует, там все прекрасно. И в то же время есть громадный вал, есть громадный ров, где скапливается все вещество. И как только мы представили такую черную дыру, мы стали понимать, почему так часто в последнее время говорят о сверхмассивных черных дырах. Мы показали, что они существуют и могут до миллиардов солнечных масс скапливать. И все это очень легко и просто красиво описывается точным решением не минимальной теории. И вот сначала ужас перед системой уравнений, а потом эйфория от того, как красиво все получилось. Теоретикам на трудности грех жаловаться, потому что мы всегда шутим, что теоретику нужен лист бумаги и ручка. Все остальное, весь мир у него в голове. Поэтому, конечно, Александр Борисович говорил о технических трудностях. Действительно, технических трудностей очень много. Но я даже своих молодых людей, учеников, когда пишут статьи, я запрещаю писать такие слова, что вот это уравнение, его очень трудно решать. Я всегда говорю, что это вам трудно, вы молодой человек, а другому человеку не трудно. Никогда на технические трудности в статьях жаловаться нельзя. Но я вот как раз сидел, слушал слова Александра Борисовича и думал, какие же трудности, принципиальные трудности. Принципиальные трудности для теоретика это умение видеть и понимать задачу, умение ставить задачу. К счастью, вот и это вот эта работа, этот цикл работ, который мы представляем, показывает, что к счастью эти трудности были преодолены. И отчасти нам повезло то, что за нашими спинами стоят имена Широкова, Петрова, которые многократно здесь упоминали. К счастью, вот перед нами есть какой-то путь, и мы в рамках этого пути двигаемся. Потому что я знаю, что многие люди, защитив кандидатскую диссертацию, теряются, потому что они не знают, куда двигаться дальше, они не понимают этого пути. Вот, ну, к счастью, эта трудность была нами преодолена. Вот это, наверное, главная трудность. И преодолевая эту трудность, вот как раз мы и пришли к тому, что у нас сформировалось такое большое направление. Вот это вот очень, на мой взгляд, важно. И то, что мы эту трудность смогли преодолеть. И будем надеяться, что и дальше будем преодолевать. Александр Борисович, Сергей Владимирович, спасибо за интересную беседу. На этом наша программа подошла к концу. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова